Всем привет, мои хорошие. У меня произошло ЧП. Потерялся Твикс, точнее он выбежал в подъезд, и мы его не можем нигде найти. Я вас очень прошу, пожалуйста, кому не сложно, кто живет рядом со мной, возможно, из подписчиков кто-то. Если вы увидите Твикса, пожалуйста, напишите мне в инстаграм. Я знаю, что очень много моих зрителей живет в этом же здании, в котором живу я. Оставила здесь корм для Твикса, может быть, на запах он придет. Хотя не знаю, насколько это вероятно. В общем, здесь его корм. Единственная моя надежда, что, возможно, Твикс здесь. Просто здесь никто не живет. Вот здесь закрыто. Твикс! Вы не поверите, ребят, я открыла. И вы смотрите, кто здесь. Твикс, мамин, иди сюда, солнышко, мамино. Смотрите, вот где засранятся соседи снизу. Дурачок, мама весь сон потеряла. Мама тебя везде искала, солнышко. Мяука вам, я ему Твикс, Твикс, он мяукает. Да, давай поймай, да? Сейчас поймаю. Мама уже думала, кому отдать твою переноску. Кому корм отдать твой. Туалет-наполнитель кому подарить. Среди родственников. Ой. Лежанку твою уже отдала мать. Похоронила я тебя, мама. Только его искупать надо, действительно. Он пахнет мочой какой-то. Ты где был? Ты где был? Я куриц, ладки, я не могу прям. Как ты мог потеряться? Зато теперь, когда открываешь дверь, он не выходит больше. Но я знаю, знаешь, что я думаю, мам? Надо ему заказать этот ошейник с таким медальончиком. И с номером телефона. Да, и с номером телефона. В таком случае, так на него посмотришь и не скажешь, что он домашний. Он в таком состоянии в пыли, что не скажешь, что он домашний. А если есть этот ошейник, то уже понятное дело. Я еще в таком виде ужасном, господи. Сейчас его надо искупать. Мама мне говорит, что подписчики, наверное, подумают, что это инсценировано. Но там же видно было, что дверь была закрыта. Я была вся в слезах. Мое солнышко, мой щенюли, больше никуда не уходи. Никуда не уходи от мамы. Мама тебя съест. Знаю, что он ужасно не любит купаться, но деваться некуда. В квартире, которая под нами, она не отремонтированная. Там полно мусора. И он лежал прям там. И он весь в пыли, в грязи. Поэтому надо его искупать. Все. Нерви. Нерви, Тенек. Тенек, стык. Пусть, пусть, пусть. А ты искупай. Тереночка толстая. Все. Все, Тенек, сейчас и искупаем тебе. И искупаем тебе. И искупаем. Мы его купаем. Мама такая говорит, а что он даже не уменьшился в размере? Просто потому, что он у нас толстенький. И дело не в том, что он пушистенький. Он просто толстенький. У него есть животик. И попик есть. Обычно, когда животных купаешь, они превращаются в таких крыс. Посмотрите на этого богатыря. Мама говорит, мне кажется, или он какой-то толстенький у нас. Нет, тебе не кажется. Мама просто новые очки. Она говорит, что ты эти новые очки показывает. Твиксы огромным. И какой-то такой он огромный. Вот он. Короче, мои хорошие. Все, что не делается, делается к лучшему. Я, в общем, сейчас открыла входную дверь. И что вы думаете, дурачок выбежал, как всегда? Нет, конечно, не выбежал. Он со скоростью света. Ой, ты что делаешь? Я испугалась. Вообще, шуганый какой-то стал. Боится мой сладкий. Ну, в общем. Я, короче, открыла входную дверь. И Твикс был в прихожей. И что вы думаете? Он побежал в мою комнату. Сказал, нет, я там был. Мне там не понравилось. Я туда больше не пойду. Давайте вам наглядно покажу. Как только я беру Твиксы и иду в прихожую, у него сразу начинается паника. Посмотрите, что он делает. А если я делаю вот так вот? Все приходит с опытом. Твикс понял, что лучшее место на земле – это дом. Помните, раньше я во блогах вам показывала? Он прям просился в подъезд. Он умолял, чтобы его пустили. Он пытался выскочить, как только открывается дверь. А теперь у него обратный эффект. А еще мама сегодня приготовила вот такие, как это называется. Шахер-бура. Вот, шахер-бура. У нас просто этот праздник, но в Рус будет скоро. Посмотрите на время. Время 39 минут третьего. А спать не хочется. Я сейчас себе чаек буду делать, попью чай, покушаю немножко фруктиков и немножко, может, даже порисую. Мама сегодня гоняла за вкусностями. Мне очень понравились вот эти орешки кешьем, миндаль, изюм, финики и обычные орешки такие. Фундук. Мама себе вот такие вот балеточки купила новые на весну. И мама говорит, купи себе тоже такие же. Я говорю, я не хочу. Но для мамы самое то. И удобно, и красиво. Доброе утро. Только что встала. Время 12. Но я легла спать в 5. Я рисовала для вас коллекцию для бумажного канала. Я встала, и первая моя мысль, я так смотрю на Твиксика, он такой рядом лежит. И я думаю, блин, не это ли счастье. Как хорошо, что я его нашла. Реально. Хотя вчера, когда я его искала, у меня почему-то была такая мысль, что я его не найду. Вот 100% я его не найду уже. Все. Вот. И мне было так обидно. Я то плакала, то обратно успокаивалась, то у меня была истерика. Но, слава богу, он нашелся. И я безумно рада этому. А на улице, как и вчера, как и за последнюю неделю каждый день, дождик. Прям льет, как из ведра. Вот прям реально. На видео вам не видно, но реально идет дождик. И под вечер мы решили сделать маме коррекцию. Мама проходила с этими ноготочками больше месяца. В прошлый раз тоже я себе сделала, потом через несколько дней ей. И мама что только с ними не делала. И обои клеила. И старые обои отклеивала. В общем, работала разнорабочим. Но все равно ногти простоялись хорошо, проносились отлично. Будем делать то же самое. Укрепление гелем и покрытие. Я вам все поэтапно покажу. Я очень люблю делать ноготочки. И вот абсолютно искренне говорю вам, если бы не было бы блогинга, например, все бы закрыли в Азербайджане, я бы с удовольствием устроилась бы в какой-то салон. Хотя нет, сначала бы, наверное, отучилась. Стала бы прям супер профессионалом. Набила бы руку. И с удовольствием бы работала мастером ногтевого сервиса. Мне очень нравится эта вся рутина. Нравится покупать новые какие-то гель-лаки, какие-то наклейки и все дела. И маме тоже я делаю эту процедуру с большим прям удовольствием. Хотя мама говорит, например, устала ты, бедненькая. Я говорю, да нет, мне в кайф. Мне очень нравится этим заниматься. Нравится делать себе, маме, родственникам. Было бы время, целый день бы занималась этим. Вот такой у нас промежуточный результат. Я сняла покрытие. Сейчас будем делать маникюрчик. А в этом нам поможет вот такая вот фреза. Она называется пламя. И с ней мы будем убирать кутикулу. Делать небольшой карман. А потом старликсом, щипчиками все это вырезать. Некоторые мои зрительницы пишут в комментариях, что Айка, ты делаешь нечистый маникюр. Тебе еще учиться и учиться. Я согласна. Недочетов у меня много. Опыта у меня не так много, так скажем. Несмотря на то, что в месяц два раза я делаю маме и делаю себе, чтобы стать хорошим специалистом в этой области, мне кажется, каждый день нужно тренировать руку. Каждый день нужно кому-то делать маникюрчик. Но пока что у меня есть другой род деятельности. Поэтому я как бы не стараюсь прямо вовсю научиться. Но это очень интересно. Если вы не нашли себя, мне кажется, очень интересная профессия именно бьюти-сфера. Неважно, визажист или мастер маникюра, или какая-то другая специальность. Это все интересно. На мой взгляд, по крайней мере. Укрепили ноготочки гелем. Все это у нас сушится. И сегодня мы будем тестировать новый гель-лак, который я покупала в прошлом влоге. Очень красивый красный такой ядерный цвет. Голубой мы протестировали в прошлом влоге. А сегодня мы будем тестировать этот цвет. Еще параллельно, кстати, смотрим фильм. Интересная российская какая-то мелодрама. В общем, голубой мне очень понравился. Посмотрите, какая красота. Кайфует этого цвета. А красненький для мамы. Ногти получаются просто пушкой. Сейчас я думаю, какие же наклейки. Точнее, это переводные наклейки. Мне очень нравится вот этот вот в стиле геометрия. В общем, не знаю, какие наклеить. Маме пофиг. Любые, говорит, давай. А лучше вообще без. Ну что, мама, показывай. Мама в восторге от цвета. Ей уже надоело сидеть. Видели вы ее выражение лица. Вот еще эту тоже ручку. В общем, цвет обалденный. Смотрите. Управились мы, получается, за два часа ровно. В общем-то, недолго. Зато как красиво. Давай мы такую фоточку сделаем для этот партик на место. Что касается этого гель-лака. Мне также он очень понравился. Так же, как и голубенький. Но жена моего брата, Первана, она купила два оттенка этой же марки. Она говорит, что ужасно плешивит, плохо наносится. Я в использовании не пробовала те оттенки. Просто она мне так сказала. Вот. Поэтому, возможно, зависит от оттенка. Некоторые оттенки хорошо пигментированы. Не полосят, а какие-то полосят. Я, в общем, в восторге. Буду покупать еще. Возможно, даже во влогах покажу вам оттенки, которые я купила. Вот так. Как вы видите, цветов у меня много. Учитывая, что я просто любитель. Я не мастер ногтевого сервиса. Учитывая все эти моменты, я считаю, что у меня очень много цветов. И покупать новые мне совершенно не нужно. Но вот эти два просто покорили мое сердце. И я хочу купить еще несколько цветов. Прям супер они. Размещаем их куда-то сюда. Куда еще? Давайте вот сюда. Вообще, по идее, надо выделить отдельный ящик. Но у меня, к сожалению, такой возможности пока что нет. Поэтому у меня все вместе. На ближайшее время я хочу докупить некоторые цвета. Хотя это не необходимость. По большому счету мне не нужно. Просто хочется. Возможно, вам покажу, как я буду это все дело покупать.